всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у нас в санкт-петербурге похолодало ну может так сказать похолодало да сейчас на улице у нас 18 градусов хоть вышло и солнышко с утра дождь опять начались дожди всю неделю обещают тоже прохладную погоду 18 19 21 градус вот ну этого следовало ожидать у нас очень редко мне кажется лето бывает такое что вот прям с июня по конец августа прям жара жара нет всегда разбавляет прохлады всегда у нас разбавляется дождями грозами и так далее у нас тут недавно был опять снова такой бушевал прям я даже не знаю что бушевала гроза наверное но грома такого сильного не было молнии сильных не было ну прямо вообще слава богу в этот раз ничего не поломала но мы уже ученые с первого раза до когда был тропический ливень как его назвали все уже подвязали все так сказать готовы если что и в этот раз не было града еще сейчас девочки стою тут и вспомнила что он не показывала мне на окне еще зацвел один цветочек один уже отцветает и я вам так не показывал хочу немножко похвастаться смотрите какая прелесть это вот этот цветочек я его в прошлом году покупала сейчас на улице вышло солнышко вот я в прошлом году покупала я просто не хочу убирать он у меня так наклонился именно на окно и вот он у меня расцвел выпустил два вот это тоже отцвел цветочек вот этот вот этот цветет еще но красота я уже даже не думала что у меня зацветет нет зацвел очень классный цветочек радует меня в спальне вообще вы себе не представляете хочу такой же красный чтобы они два рядышком у меня стояли надо будет потом купить меня вот эти цветы в продаже видела только весной вот я прошлом году весной как раз его и купила у меня все зиму стоял тут нарастала вот эти вот листики у него и потом выпустил стрелочку и вот она у меня даже но когда я его покупала здесь было больше цветов не два в этом году он два мне выдал но все равно красота но красавец просто мне очень нравится так что да вот такая вот у меня тут в спальне красота меня радует очень мне нравится этот цветок хочу такой же только красный еще красный таких увидела вот ну ладно потом как-нибудь себе приобрету вот и еще у нас тут вчера была такая радуга девочки я вообще очень хочу поделиться ею с вами потому что я такую не видела никогда честно в своей жизни вообще никогда настолько она яркая настолько она красивая давайте покажу и также девочки сегодня хочу показать мне тут недавно приходила заказ алиэкспресс небольшой вообще алиэкспресс но все зависит конечно от продавцов насколько я понимаю что-то доходит быстро что-то у меня уже два месяца висит так не доходит но в общем кошмар благо только что можно вернуть деньги потому что если не приходит товар так и и все да вот так что давайте тоже покажу сейчас муж снова принес мне посылочки с алиэкспресс начали они доходить тут в общем я заказала свои песен и вот такой поводок наш поводок у нас обычный такой просто как типа брезентовый да такой вот и он уже ночью начал стираться ему уже много лет я решила вот такой взять рулетку у нас как-то однажды была такая рулетка я покупала ее просто в зоомагазине и она вот здесь вот но еще потрескалась а потому купили обычный поводок ней вот сейчас решила в такой но розовенький она же девочка у меня правильно вот на девочки очень добротно сделано таки карабин прям такой такой прям мощный и там есть вот эти поводки рулетки да можно выбрать по весу вашей собаки в общем я взяла максимальный на всякий случай вот и здесь идет вот такая получается серая лента которая светоотражающая вот ну и просто есть как бы стопор да вот этот вот вот такой то что такая вот она у меня манючим будет еще я и заказала не ошейник шлейку такую между лап потому что у неё ошейник сейчас стал пачкать ей в общем тоже испортился короче ошейник я решила взять шлейку так как она у нас девушка старенькая вот то можно и в шлейке походить на общем тоже придет покажу но пока пришел вот этот поводок розовенький для девочек для нас там еще есть разные цвета серы еще какой-то синий по моему вот но мы же девочки и муж у меня заказал вот такой тент тент от солнышка пришел он вот в таком пакетике вот у нас вот такой размер а кстати вот этот поводок вот этот вот была запакована в такую пупорчатую бумажечку вот тент от солнышко кстати классная вещь недорого стоит на алиэкспресс вообще я вам ссылочки все оставлю внизу инфобоксе сушьки так прям добротно сделано такая синяя клеенка ну прям такая добротно хорошо прошита швы вот такая сумочка идет то есть можно брать с собой допустим вы путешествуете на машине где-то останавливаетесь на природе вот или просто выезжаете там с ночевкой за город куда-нибудь к озеру тут это классная штука я и просто тут уже разложила с мужем посмотрели сейчас он ее натянет покажу как она смотрится и вот этот тент вот муж его так сделает там сейчас уже вечер я поливал к там включила вот не плевает она ротик до чем вот этот тент он идет без веревочек без всего но от мужа вот так и закрепил и место вот этих качелей он хочет такой гамачок знаете сидячий такой гамак сюда повесить вот такой мягенький потому что на качелях они у нас не катаются вообще но не любят мальчишки а вот на этой штучке как раз но в общем придет гамак тоже вам покажу а еще мне муж тут переделал немножко горку сделал ее он туда в бок вон туда вот здесь убрал песочницу туда убрал чтобы здесь место было побольше и здесь сделал вот такую штуку и вот такой вот такой вот такую штуку сделал общем может для них а еще тут сушим в общем купальники после купания скажем так так что такие вот тут переделки им очень нравится как вот так вот сделано и теперь будет тенте тент здесь и гамачок так что классно и меня еще попросили показать как я делаю лимонад домашний на самом деле вот честно вам скажу что вот просто проще некуда я добавляю вот сюда в ней сначала в пустую банку это листья мяты и лимон вот у меня здесь литр по-моему или полтора по-моему девочки литра у меня здесь уже честно не помню я добавляю половину лимончика я его начали руками отжимаю вместе с косточками совсем сюда добавляю вот эти листики их немножечко так ну листья мяты дам и добавляю немного сахара у меня получается кислинки и лимонад потому что мои так любят мужчины и дети поэтому я вот так делаю сахара добавляю добавляю чуть водички и хорошенечко перемешиваю не такая длинная ложка есть прям вот так ну куда называть мну их прямо все чтобы листики помялись чтобы сам лимон помялся хорошо если поставить на ночь и чтобы он на ночь настоялся но у меня часто выпивает вот он еще не успел настояться да и получается вот такой мутный потому что у меня здесь соответственно с косточки мякоть вот это все перемешивается он получается вот такой мутненький холодной кипяченой водой заливаю можно вначале теплой залить водой но быстрее растворился но я вот холодный потому что говорят что холодной воде больше сохраняется витаминов не знаю правда это или нет но где-то такое вычитала вот поставить на ночь в идеале в холодильник чтобы настоялась и был холодненький вот такой лимонадик домашнего производства любые цитрусовые и с лаймом у меня любят и с апельсином у меня любят и со всем чем угодно и грейпфрукт могу сюда добавить вот нет этого мяты и без мяты но вот с мятой меня как-то полюбили он такой свежий придает то что вот такой простой самый обычный лимонад все цитрусовые которые у вас есть накрошили поставили на ночь залили водички поставили на ночь все вкусный домашний лимонад полезный я считаю у вас готов еще девочки хочу вам сейчас показать свой заказ небольшой сайхер пришло как обычно все в коробочке внизу коробки лежала вот такая бумажка и все баночки были запакованы вот в такую бумажку то есть у меня ничего не побилось несмотря на то что у меня здесь стекло значит вот такой у меня абсолютно небольшой заказ получился в этот раз но заказала все то что как говорится мне нужно во первых давайте немножко с кухни я сейчас еще буду делать заказ у меня под закончились специи я заказала вот такой чесночный порошок в прошлый раз я заказывала марка organic simple по он правильно так она называется на я извиняюсь за свое произношение если неверно произношу поправьте меня там был чесночный порошок у меня который закончился но он был такой как гранулированный а вот это это именно порошок но ничем не хуже реально ничем не хуже стоит вроде бы подешевле там еще есть большие упаковки по моему по 500 грамм что-то такое либо килограмму но я решила вот такой попробовать ну скажу честно вот ничем не хуже добавляла уже в блюда разные и вот прям ничем не хуже чем гранулированные десна гранулирование ну как бы удобнее наверное пользоваться вот так что вот такую вот штучку я вам ссылочки оставлю девочки внизу инфобоксе всю информацию которую более подробнее если вас интересует вы посмотрите почитаете сами там значит и дальше заказала омегу вот такое здесь это концентрированная до 120 таблеток и нужно принимать по 2 в день вот наш просто обычную омегу 3 до этого я брала омегу с витамином d вот но сейчас солнышко же есть у нас нет нет да есть поэтому решила попить сейчас обычную такую омегу уже начала принимать очень мне нравится от марки солгар все витамины просто обожаю покупаю практически все именно от марки солгар вот поэтому да вижу от них результат очень классный результат по коже волосы я даже более вот сейчас принимаю только омегу больше ничего девочки не принимаю и я могу сказать что когда я принимаю омегу у меня как-то вот больше сил что ли больше энергии не знаю мне очень нравится вот поэтому я лично рекомендую но вот именно марку солгар она мне очень нравится так ну и заказала два уходовых средства наверное многие из вас слышали про вот эту марку дерма и она в одно одно время очень много особенно на ю тубе рассказывали про вот эту марку кому-то она нравилась кому-то она не нравилась в общем я пробую впервые я заказала себе с пептидами и коллагеном крем и крем для лица соответственно и крем для области вокруг глаз девочки я без ума мне очень понравилось я еще раз повторюсь у меня сухая кожа но на мой взгляд вот это подойдет любой кожи потому что очень хорошо впитывается и по ощущениям на лице нет вообще ничего но при этом комфортно очень классные кремы я их использую на ночь сейчас и просто с утра это балдеж какой-то просто вот взять эффект такой то есть я пользуюсь где-то неделю может быть чуть чуть побольше и эффект от этих кремов вот это этих двух до такой как будто бы мне ночью кто-то сделал расслабляющий массаж кожи лица соответственно то есть она такая вот питанная такая вот даже вот какие-то морщины мимические они не уходят но они менее заметны и скажем так наверное да то есть кожа гладкая напитанная увлажненная я не знаю ну просто вот потрясающе единственная какая история во всем этом мне не особо понравилось это то что мне вот эти средства пришли без защитной пленки то есть вот здесь не было никакой защитной пленки вот это на самом деле я не очень такую историю люблю но да ладно вот этот крем у него вот такая крышечка было не знаю мне кажется здесь не здесь вроде бы нет никакой крышечки вот тут вот значит кремля области вокруг глаз вот такой беленькие видите он такой как немножко гелевый то есть не мысленистый а такой вот но отличный крем для области вокруг глаз практически ничем не пахнет а вот этот кремушек вы знаете если кто-нибудь из вас когда-нибудь пробовал марку green мама вот любые их продукты да там допустим крем для тела или ум вашки вот они пахнут такой чем-то зеленым таким я бы сказала вот это пахнет также очень схожа по запаху на вот косметику green мама очень схожа вот тоже видите какой крем он такой как немножко гелевый что ли вот он смотрите девочки очень хорошо распределяется нужно совсем совсем чуть-чуть и при этом видите нет никакого блеска я распределила тут у меня немножко был ожог такой вот на руке распределила и нет никакого вообще блеска класс мне очень понравилось мне очень понравилось тем что действительно имеет такой анти возрастной эффект то есть девочка мне кажется вот но 30 плюс вот точно подойдет эта косметика потому что не знаю мне очень понравилось честно вот признаюсь пользуюсь с огромным удовольствием но этот аромат такой на самом деле не сильно навязчивый но вот прям классные классные продукты так что ссылочки все оставлю внизу в инфобоксе еще девочки хочу показать вот такие ирисы у меня распустились в огороде парить какие красивые желтые они поломались от ветра я их решила поставить что по вазочку мне есть старинная лазочка я так сказала не помню откуда она у меня на общем и много-много лет вот на такие вот классные ирисы вот люблю вот такого цвета желтые цветы очень красивые такой лимонный да такие ирисы красавицы я извиняюсь за шум это я там стираю как всегда как всегда стираю красотули сейчас сейчас собрала остатки клубники я как уже говорила мои детки по утрам каждое утро ходят собирают клубнику и оставляют обычно мелкую то есть вот видите здесь съедают крупную а вот мелкая остается вот такая но у меня есть там клубнику который я хочу вообще ну как бы ликвидировать да и посадить другую какую-то потому что она ну вот мелкие ягоды при этом кстати они кислые а вот такие ягоды видите такой формы как сердечком что ли они очень вкусные не за что не помню точнее что это за сорт вот но там то есть на ветке они крупные есть и вот такие поменьше и еще я собрала у нас началась только началась земляника там дети уже тоже мне попаслись и вот немножко остаточки я собрала не знаю может муж вечерком придет поезд на земляника тоже и вот показываю да что такая клубника мелкая очень вот земляника размером с клубнику которая у меня живет в саду поэтому на следующий год точно снова буду переделывать свою клубнику я мне кажется каждую весну этим занимаюсь а на ужин у меня сегодня будет плов единственно что я сделала со свининой потому что очень захотелось на самом деле плова вы знаете у меня соседи делают плов в казане и вот в такой печке специальной уличной для казана топит ее там дровами и делают плов и стоит аромат и я все ходила-ходила мне так хотелось плов и решила тоже сделать сама из того что было скажем так из того и сделала и готовлю я вот в такой посуде от кукмары это такой как чан чем-то напоминает мультиварку очень мне нравится еще очень хорошая посуда вот это кукмара конечно просто потрясающе так что вот такой вот плов скажем так я сделала очень захотелось но и рис у меня тут такой немножко развалился в общем из того что было сделала вкуснейший плов вкусно с удовольствием огромным поем ну и конечно же сделала немножечко овощного салата что-то я смотрю мои уже начинают наедаться вот этой всей зеленью но я его обожаю люблю все опять там по чуть-чуть собрала с огорода добавила помидорчики и огурчики и заправила сметанкой что-то захотела сметанка хотя чаще всего я заправляю именно маслом сегодня девочки я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео нам был для вас полезным и интересным не забывайте что все ссылочки я оставила внизу в инфобоксе обязательно переходите смотрите ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч